Информационная программа «Будни» и мы продолжаем. Небывалая клещевая активность в этом году, как отмечают бийские инфекционисты, очень много жалоб на присасывание кровососущих паразитов. Такого всплеска не было последние пять лет, немало среди пострадавших несовершеннолетних. Итак, в нашем регионе с начала сезона ООН в Алтайском крае наступил в марте с жалобами на присасывание клещей в медицинские учреждения обратились почти 11 тысяч человек. Треть из них – это дети. По сравнению с предыдущими месяцами, сейчас активность насекомых падает. Так, только за прошедшую неделю с жалобами на укусы клещей в регионе обратилось 125 человек. Всем ввели иммуноглобулин. Установлено медицинское наблюдение. Больных с тяжелой формой заболевания на сегодняшний день не зарегистрировано. Многие жители считают, что клеща отнесли для исследования. У клеща не обнаружили ничего, например. Ну, это не опасно. Но должны понимать, что у нас все равно лабораторная служба, она несовершенная. Нет такого, что раз ничего не обнаружено, значит ничего нет. Может быть и другой вариант, когда не обнаружено, но есть возбудитель. И профилактировать надо все равно после укуса клеща. Поэтому у нас пациенты должны обратиться. Помимо того, что в травмпункт они пришли и удалили клеща, они должны обратиться еще к инфекционисту, чтобы им грамотно порекомендовали, как дальше себя вести, как сдать анализы, какие сдать анализы для исследования и какие препараты получить, попить, чтобы не развивались заболевания. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...